Доброе время суток, урожаемый любитель шахмат, с вами Шахматный Феникс и долгожданное превью нашего нокаут-турнира. И, собственно, это превью является его стартом. Ну а все подробности этого мероприятия вас ведет Петров Никита. Да, записалось у нас 74 участника разного возраста, разной национальности, разного города проживания, разной силы игры. Всем большое спасибо, кто записался. Надеемся, что будет интересный турнир. Теперь немножко коснемся более, скажем так, технических вопросов. Здесь вы видите стартовый лист, он отсортирован по нашему рейтингу Феникса, но опять же не будем вдаваться в подробности. А справа вы видите колонку «Цена». На самом деле никто не собирается продавать участников турнира. А хотелось бы. Дело в том, что в рамках нокаут-турнира пройдет такой довольно интересный конкурс прогнозистов. Он будет называться «Фэнтези». И о подробностях этого конкурса прогнозистов нам расскажет Артем Капустин. Да, мы решили сделать турнир прогнозистов. Назвали его «Фэнтези», потому что в этом конкурсе вам нужно представить себя шахматным промоутером, менеджером. И в условиях ограниченных денежных ресурсов вам нужно собрать команду мечты. А именно, вам нужно на 35 миллионов монет, условных единиц, без разницы, набрать 5 шахматистов, которые, по вашему мнению, в сумме выступят наилучшим образом. Нужно выбрать ровно 5, а не, скажем, 3 сильнейших и закончить на этом формировании команды. Нет, нужно ровно 5. Ну, наверное, стоит добавить и рассказать о том, как будут именно начисляться очки в этом турнире, Артем. Ну, мы решили сделать начисление очков таким образом, что за проход участника любого из раундов, вплоть до финала, участник получает 1 очко. Ну и... Да, естественно, ваша команда тоже получает 1 очко за проход одного из участников вашей команды в следующий раунд. И тот участник конкурса прогнозов, чья команда из 5 шахматистов в итоге наберет больше всего очков, побеждает, собственно, в этом фэнтези-турнире. А в случае дележа приз, о котором расскажет нам Кирилл Широков, будет разделен поровну. Итак, ну а небольшим сюрпризом для вас, я думаю, станет небольшое финансовое вложение от нашей группы, а точнее от Андрея Таскаева. Андрею большое спасибо. И, собственно, целых 300, ребята, это великолепная сумма, целых 300 рублей получит победитель нашего турнира. Так что выбираем команду, берем Кирилла Широкова, обязательно я принесу вам много очков. Никиту не берите, это мертвый. Так, ну и... Еще расскажу о паре тонкостях. Ну, первое, наверное, самое главное, что нет ограничений в плане участия в этом турнире. То есть абсолютно любой участник группы, даже не участвующий в нокауте, может принять участие в фэнтези-турнире. Также любой участник нокаута может поучаствовать в турнире прогнозеевцев, и более того, он может взять самого себя. Ну и вторая тонкость в том, что у этого конкурса нет дедлайна, и очки вашей команды будут вестись с того момента, как только вы подадите заявку. То есть, например, если вы захотите взять тех, кто прошел два раунда и после этого на них собрать команду, то очки, которые они набрали до этого, вы не получите. Да. И, ребята, по поводу цены тоже не стоит обижаться. Это, собственно, так субъективное мнение администрации и одновременно судей этого турнира. То есть никому не стоит обижаться. То есть это все средние арифметические значения. То есть именно наших, как лучше сказать, наших мнений. Вот. Ну и, собственно, уже пора приступить к сетке. Это долгожданный момент, когда вы сможете узнать соперников, и мы расскажем о том, каким именно способом будет проходить наш турнир, и как, собственно, вы будете играть. Ну а Никите Петрову передаю слово. Да, как вы видите, вот сейчас в моем браузере открыт сайт с довольно трудно переводилым названием. Можно на неправильно написанное слово челлендж. Однако сайт очень хороший, предназначен для создания вот таких вот турнирных таблиц, турнирных сеток. И здесь вот на моем экране вы видите нашу турнирную сетку. У нас 74 участника, поэтому, Кирилл, скольки парам придется играть в предварительный раунд? Шести, по-моему, или пяти. Десяти. Да, десяти, действительно. Ну, собственно, вы можете в данной сетке найти себя. К данному видео мы обязательно приложим прямую ссылку на этот турнир, если вдруг вы еще не открывали эту сетку. Также в самом конце записи данного видео мы торжественно запустим турнир. Ну что еще можно сказать? Нужно сказать о том, как именно формировалась эта сетка, и, наверное, Артем Аркапустин нам об этом расскажет. Ну да, расскажу об этом. Ну всего, как вы знаете, уже 74 участника. Конечно, было бы в идеале, что было бы 64 или 128. Но, ввиду того, что число участников такое некрасивое, то придется провести первый раунд, который будет нести квалификационный характер. Как уже в нем говорилось, то, что 10 пар сформированы в первом раунде. То есть, 10 победителей перейдут в раунд второй, где их ждут уже некоторые соперники. А некоторые пары уже сформированы. Ну, эта сетка построена по принципу, который также используется при построении сетки в кубках мира Фиде. Что при победе рейтинг фаворитов первый всегда будет играть с последним из оставшихся игроков, второй с предпоследним и так далее. Ну, то есть, сумма номеров посела в каждом раунде будет постоянной. То есть, в раунде втором это будет 64 при победе тех, у кого номер посела ниже. В третьем раунде будет 33, в четвертом 17 и так далее. Да, и, наверное, стоит сказать организационные вопросы. А именно, как именно вы будете связываться с вашим соперником, сколько вам дается времени на этот матч. И, собственно, как же, в каком формате этот матч пройдет, с каким контролем и до скольки набранных очков. Да, в общем, на самом деле многие нюансы прописаны, либо проговорены в виде анонсе, которые мы делали с Петром Андреевым, либо прописаны в положении в доковском файле. Однако, конечно же, в данном видео тоже стоит уточнить некоторые нюансы. На каждой из кругов, на каждой из раундов уходят три дня с возможными исключениями, с возможным удлинением вплоть до четвертого дня, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств. Каждый матч состоит из четырех партий. В случае счета 2-2 продолжается перебой по две партии, вплоть до определения победителя. Каким образом все это будет происходить? Приоритетной площадкой для игры, для проведения вот этого нокаут-турлира является Шахтная планета. Все можете видеть, что это за площадка. Да, однако, поскольку это, по-моему, первый наш турнир, который проводится в таком вот долгосрочном формате, неизбежны некоторые трудности, и вот сейчас мы расскажем, как их решить. В каждом туре вам нужно будет связаться со своим соперником, желательно сделать это через, собственно, социальную сеть ВКонтакте. После этого оповестить судей, четыре судьи, то есть либо меня, либо Кирилла Широкова, либо Артема Капустина, либо Петра Андреева, о, собственно, приблизительном времени проведения этих партий. К сожалению, у нас проводится слишком много матчей, поэтому судьи не смогут вживую наблюдать каждый матч. Нет, естественно, по возможности, ребята, если так совпадет и будет возможность, мы, конечно же, прокомментируем вашу пару. То есть, но это все будет исходить конкретно от нашего времени, дорогие друзья, потому что разорваться на 74 участника очень трудно, и, мне кажется, вообще невозможно. Так вот, да, собственно, вы сыграли, зарушили свой матч, мне поделился победитель. Вы, собственно, оставляете в специальном обсуждении, которое будет создано в группе, результат этого матча. Желательно, чтобы это сделали оба соперника. Таким образом, судьи сразу видят, кто из шахматистов прошел дальше по сетке. Однако мы, к сожалению, не можем полностью исключать спорных случаев. Надеемся, что этого не будет, но, возможно, либо проблемы с компьютерными подсказками в этом турнире, либо проблемы с тем, что один из шахматистов будет настаивать, что какая-нибудь партия была тренировочная, не входила в зачет, либо еще что-нибудь. Поэтому просим вас на всякий случай заблаговременно делать скрыны своего экрана, шахматной планеты или какой-либо другой площадки, и также скрыны в контакте ваших диалогов с соперником, чтобы в случае возникновения спорных ситуаций вы могли сообщить судьям. Теперь касательно тех моментов, которые связаны с спорными ситуациями, относящимися непосредственно к партиям. Вот сейчас вы видите основную вкладку шахматной планеты, игровой зал, то, что вы увидите, когда вы только заходите на шахматную планету. То, что вам нужно, это вот эта вкладка базы. Здесь, прямо в верхнем углу, когда моя планета перестанет вести себя, как она ведет себя обычно, я надеюсь, что вы увидите кнопку экспорт по ЖРН. Однако обещать этого я не могу. Ладно, попробую запрос мой вариант. Да, вот вы видите кнопку ПЖРН экспорт, нажимаете на нее, и таким образом вы можете сохранить все свои партии, сыгранные на планете, на шахматной планете, в формате ПЖРН. Как видите, делается целых пять раз. И в том числе там будут самые последние партии, которые относятся к нашему нокауту. Если были какие-то спорные моменты, вы просто посылаете этот ПЖРН файл с четырьмя партиями, или с шестью, или с посебью, в зависимости от того, сколько долго продолжался матч администрации, то есть судьям. Мы совещаемся в четвером и выносим какое-то решение по вашей проблеме. В общем, суть в том, что если вы хотите доказать свою правоту, собирайте как можно больше доказательств этой самой правоты. Это сильно облегчит нам работу и повысит объективность. Да, собственно, по-моему, практически все мы рассказали. И что мы забыли упомянуть? Мы забыли запустить турнир торжественно. Кажется, мы забыли упомянуть, что Евгений Новиков... Да-да-да, про Евгения. ...посела нашего турнира. Он провел достаточно обширную пиар-компанию для нашего турнира в своей группе «Шахмат-канал». За что ему спасибо. Без него этот турнир, думаю, был бы не так интересен и собрал бы намного меньше участников. Ну, еще хотелось бы ответить на один вопрос, который теребит очень много участников. Что делать, если матч закончился в трех партиях? Играть ли четвертым? Можно даже... Ну да, там 2.5 на 0.5 тоже подойдет. Наверное, все-таки играть, да? Ну, в общем, это немного странный формат, что мы решаем. Это правда по ходу записи видео. Ну, из уважения к сопернику я считаю, что так матч нужно доиграть. Я считаю, что, конечно, это опять же дело в первую очередь шахматистов. Если напарник, соперник будет считать, что он, ну, лучше доиграть, то надеюсь, что вы не будете с ним спорить. Но нас, по сути, интересует только вопрос прохождения нас, судей. Следующего, ну, шахматиста дальше по сетке. Потому что, как я уже сказал, мы все равно не сможем отслеживать, особенно на начальных стадиях турнира, все мать. Поэтому, в целом, это остается вопросом, который решается соперниками между собой. Желательно, чтобы все четыре партии были сыграны, но обязательным условием это не является. Я считаю, что правильно так. Да, ну и перед заключительной частью нашего ролика, именно запуском этого турнира, этого нокаута, хотелось бы пожелать всем удачи, всем пожелать красивой, честной, бескомпромиссной борьбы. И, ребята, также хотелось бы пожелать вам удачи в нашем конкурсе Fantasy. Побейтесь за впечатляющую сумму в 300 рублей. И вот, собственно, я думаю, на это можно уже запускать наш турнир. Да, наиболее фантазеры могут даже дать своим командам какие-нибудь названия интересные. Мы это тоже отметим. Отлично. И, собственно, ждем мы от Никиты торжественного момента, барабанная дробь. И, как вы видите, пока не видите... Интернет, но в российский работает не слишком хорошо. Да. Тебе официально явно открыто. С чем мы вас и поздравляем. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. И, как не могу не упомянуть великого Виталия Ермоленко, любите шахматы, играйте в шахматы.